Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Тон 1. Книга 2. Санкт-Петербург. 1895 год. О священстве. Слово 1. Слово о священстве описано святым Иоанном Златоустом по следующим обстоятельствам. В 374 году по Рождестве Христовым, когда он жил вместе с другом и сверстником своим Василием вдали от мирских дел, собравшиеся в Антиохии, епископы вознамерились поставить их обоих епископами, о чем молва дошла и до них. Святой Иоанн, представляя высокую важность пресительского и епископского служения, считая себя неприготовленным к надлежащему исполнению обязанностей пастыря Христовой Церкви, скрылся тайной от всех и даже от своего сожителя, который и был возведен сан епископа, вероятно, Арафаны Сирийской Бесантиохии. Но вскоре затем, увидевшись с святым Иоанном, высказал ему свои дружеские упреки за уклонение от священного сана, на которые и служат блистательным ответом предлагаемые шесть слов о священстве. Таким образом, написание этих слов должно быть отнесено к годам после 374 года, но не позже 386 года, в котором святой Иоанн уже был рукоположен в опре свитера. Много было у меня друзей искренних и верных, знавших и строго соблюдавших законы дружбы. Но из многих один превосходил всех других любовью ко мне, и столько успел в этом опередить их, сколько они, людей равнодушных ко мне. Он всегда был неразлучным спутником моим, мы учились одним и тем же наукам, имели одних и тех же учителей, с одинаковой охотой и ревностью занимались красноречием, и одинаково имели желания, проистекавшие от одних и тех же занятий. И не только в то время, когда мы ходили к учителям, но и по выходе из училища, когда надлежало совещаться, какой нам лучше избрать путь жизни. И тогда мы оказались согласными в своих мыслях. Кроме этих, и другие причины сохраняли единодушие наше неразрывным и твердым. Ибо мы не могли превозносить один перед другим знаменитостью Отечества. Не было и того, чтобы я изобиловал богатством, а он жил в крайней бедности. Но мера нашего имущества столь же была равна, как и наше чувствование. И происхождение было у нас равночестное, и все содействовало нашему согласию. Но когда надлежало ему, блаженному, приступить к монашеской жизни и к истинному любомудрию, тогда у нас нарушилось равновесие. Его чаша как более легкая возвысилась, а я еще с связанными мирскими стремлениями унизил свою чашу и склонил вниз, отяготив ее юношескими мечтами. Хотя при этом дружба наша и оставалась столь же крепкою, как и прежде, но общежитие расторглось. Потому что невозможно было жить вместе, занимающимся ни одним и тем же. Когда же и я несколько освободился от житейской бури, то он принял меня к себе с распростертыми руками. Но и тогда мы не могли соблюсти прежнего равенства. Опередив меня и временем, и оказав великую ревность, он опять стоял выше меня и достигал великой высоты. Впрочем, как человек добрый и дорого ценивший нашу дружбу, он, отказавшись от всех других, разделял со мной все время, чего и прежде желал, но встречал препятствия к тому в моей беспечности. Кто был привязан к судилищу и гонялся за сценическими веселениями, тот не мог часто проводить время с человеком, который был привязан к книгам и никогда не выходил на площадь. Но когда после прежних препятствий он привлек меня к одинаковой с ним жизни, тогда и выразил желание, которое давно хранил в себе, и уже не оставлял меня ни на малейшую часть дня, не переставая убеждать, чтобы каждый из нас оставил свой дом, и мы оба имели одно общее жилище, в чем и убедил меня, и это даже уже было близко к исполнению. Но непрестанное вещание матери воспрепятствовали мне доставить ему это удовольствие, или лучше принять от него этот дар. Когда мое намерение сделалось ей известным, тогда она, взяв меня за руку, и, введя во внутреннее свое жилище, посадила у Адра, на котором родила меня, и стала проливать источники слез и высказывать слова горестнейшие самых слез. «Рыдая, она говорила мне так, сын мой, я сподобилась недолго наслаждаться сожительством с забродетельным отцом твоим, так угодно было Богу». Анфуса, мать святого Яна Зотоуста, овдовела на двадцатом году своей жизни. «Смерть его, последовавшая вскоре за болезнями твоего рождения, принесла тебе сиротство, а мне преждевременное вдовство и горестье вдовство, которое могут хорошо знать только испытавшие их. Никакими словами невозможно изобразить той бури и того волнения, которым подвергается девица, недавно вышедшая из отеческого дома, еще неопытная в делах и вдруг пораженная невыносимой скорби и принужденная принять на себя заботы, превышающие и возраст, и природу ее. Она, конечно, должна исправлять нерадения слуг, замечать их проступки, разрушать козни родственников, мужественно переносить притеснения, собирающих общественные повинности и строгие требования их при взносе податей. Если еще после смерти супруг оставить дитя, то хотя бы это была дочь, и она причинит много забот матери, впрочем, не соединенных с издержками и страхом. А сын подвергает ее бесчисленным опасениям каждый день и еще большим заботам. Я не говорю о тех денежных издержках, которые она должна употреблять, если желает дать ему хорошее воспитание. Однако же ничто из всего этого не заставило меня вступить во второй брак и ввести другого супруга в дом отца твоего. Но среди смятений и беспокойств я терпела и не убежала из жестокой пищи вдовства. Меня, во-первых, подкрепляла вышняя помощь, а затем немалое утешение в этих горести мне доставляло то, что я постоянно взирала на твое лицо и видела в нем живой и вернейший образ умершего. Поэтому, быв еще младенцем и едва умели питать, когда дети особенно бывают приятны родителям, ты приносил мне много от радости. Ты не можешь сказать и укорять меня из-за того, что я, мужественно перенося вдовство, растратила на дужды вдовство твое отцовское имущество. Как потерпели, потерпели, я знаю, многие несчастные сироты. Я сохранила в целости все это имущество и вместе не жалела издержек, требовавшихся для наилучшего твоего воспитания, употребляя на это собственные деньги, с которыми я вышла из отеческого дома. Не подумай, что я говорю теперь это в укоризну тебе, но за все это я прошу у тебя одной милости. Не подвергай меня второму вдовству и скорби, уже успокоившейся, не воспоминяй снова. Подожди моей кончины. Может быть, спустя немного времени я умру. Молодые надеются достигнуть глубокой старости, а мы, состарившиеся, ничего другого не ожидаем, кроме смерти. Когда предашь меня земле и присоединишь к костям отца твоего, тогда предпринимай далекие путешествия, переплывай моря, какие хочешь, тогда никто не будет препятствовать. А пока я еще дышу, потерпи сожительство со мною, не прогневляй Бога тщетно и напрасно, подвергая таким бедствиям меня, не сделавшую тебе никакого зла. Если ты можешь обвинять меня в том, что я вовлекаю тебя в житейские заботы, заставляя пищись о твоих делах, то беги от меня, как от недоброжелателей и врагов, не стыдя от ни законов природы, ни воспитания, ни привычки, ничего другого. Если же я делаю все, чтобы доставить тебе полное спокойствие в течение жизни, то если ничто другое, по крайней мере, эти узы, пусть удержат тебя при мне. Хотя это и говоришь, что у тебя много друзей, но никто из них не доставит тебе такого спокойствия, потому что нет никого, кто бы заботился о твоем благополучии столько, сколько я. 398 Это еще больше этого говорила мне мать, а я передал благородному другу, но не только не убедился этими словами, а еще с большим усилием убеждал меня исполнить прежние намерения. Когда мы были в таком состоянии, и часто он упрашивал, а я не соглашался, вдруг возникшая молва возмутила обоих нас. Пронес со слух, будто намеревается возвести нас в сан епископство. Как скоро я услышал эту весть? Страх и недоумение объяли меня. Страх того, чтобы не взяли меня против моей воли. Недоумение, потому что часто размышляя, откуда у людей явилось подобное предположение обо мне, и углубляясь в себя самого, я не находил в себе ничего достойного такой чести. А благородный друг мой, пришедший ко мне и наедине, сообщив эту весть мне, как бы не слышавшему ее, просил меня и в настоящем случае, как и прежде, действовать и мыслить одинаково, уверяя, что он со своей стороны готов следовать за мной, какой бы я ни избрал путь, убежать ли или быть избранным. Тогда я, увидев готовность его, и думаю, что я нанесу вред всему обществу церковному, если по своей немощи лишу стада Христова, юношества прекрасного и способного к предстоятельству над народом. Не открыл ему своего мнения об этом, хотя прежде никогда не скрывал от него ни одной моей мысли. Но сказав, что совещание об этом должно отложить до другого времени, так как теперь нет необходимости спешить, скоро убедил его не заботиться об этом и твердо надеяться на меня, как единодушного с ним, если действительно случится с нами что-нибудь такое. По прошествии некоторого времени, когда прибыл тот, кто имел рукоположить нас, а между тем скрылся я, друг мой, не знавший ничего этого, отводится под некоторым другим предлогом и принимает это иго, надеясь по моим ему обещаниям, что я непременно последую за ним или лучше думаю, что он следует за мною. Некоторые из присутствовавших там, видя его сетующим на то, что взяли его, усилили недоумение взывая, несправедливо будет, когда тот, кого все считали человеком более смелым, разумея меня, с великим смирением покорился суду отцов, этот более благоразумный и скромный станет противиться и тщеславиться, упорствовать, отказываться, противоречить. Он послушался этих слов. Когда же услышал, что я убежал, то пришел ко мне с великой скорбью, сел возле меня и хотел что-то сказать. На душевного волнения, не могший выразить словами, испытываемые скорби, как только порывался говорить, останавливался, потому что печаль прерывала его речь прежде, чем она вырывалась из уст. Видя его в слезах и в сильном смущении и зная тому причину, я выражал смехом свое великое удовольствие и, взяв его руку, спешил облабызать его и славил Бога, что моя хитрость достигла конца благого и такого, какого я всегда желал. Он же, видя мое удовольствие, восхищение и, узнав, что еще прежде с моей стороны была употреблена с ним эта хитрость, еще более смущался и горевал. Когда волнение души его немного утихло, он сказал, если уже ты презрел меня и не обращаешь на меня никакого внимания, не знаю, впрочем, за что, по крайней мере, тебе надлежало позаботиться о твоей чести, а теперь ты открыл всем уста, все говорят, что ты исчиславие отказался от этого служения, и нет никого, кто бы защитил тебя от такого обвинения. А мне нельзя даже выйти на площадь, столь многие подходят ко мне и укоряют каждый день. Знакомый увидишь меня где-нибудь в городе, отводит в сторону и большей частью осыпает меня укоризмами. Ты, говорят, они, зная его мысли, ибо он не таил от тебя ничего, что до него касалось, не должен был бы скрывать их, а сообщил бы нам, и, конечно, мы приняли бы меры к его уловлению. Но я краснею и стыжусь сказать им, что мне неизвестно было твое давнее намерение, чтобы не подумали, что дружба наша была лицемерная. Если это так, как и на самом деле так, отчего и ты не отречешься после настоящего твоего поступка со мною, то от посторонних людей, сколько-нибудь знающих нас, нужно скрыть наше недоброе отношение. Сказать им правду, как было дело между нами, я не решаюсь. Поэтому принужден молчать, потуплять глаза свои в землю, уклоняться и избегать встречных. Если даже я избегну первого нарекания в неисканности дружбы, то непременно будут укорять меня за ложь. Они никогда не согласятся поверить мне в том, чтобы ты и Василия сравнил с другими, которым не следует знать твои тайны. Впрочем, я и не забочусь много об этом. Так тебе было угодно, но как перенесем позор других обвинений? Одни приписывают тебе гордость, другие – честолюбие, а те из обвинителей, которые еще безжалостнее, осуждают нас за то и другое вместе и прибавляют, что мы оскорбили самих избирателей, о которых говорят справедливо, они потерпели это, хотя бы и большему подвергить бесчестью от нас за то, что оставишь столь многих и столь почтенных мужей, избрали юношей, которые, так сказать, стирающие были погружены в житейские заботы и на короткое время приняли степенный вид, надели серое платье и притворились смиренными, и вдруг возвели их в такое достоинство, о котором они и во сне не мечтали, те, которые от самого первого возраста до глубокой старости продолжают свое подвижничество, остаются в числе подчиненных, а ими управляют их дети, даже не слыхавшие о тех законах, которыми должно руководствоваться в управлении. С такими еще большими укоризнами они постоянно пристают ко мне, а я не знаю, чем мне защищаться против этого. Прошу тебя, скажи мне. Думаю, что ты не просто и не без причины обратился в бегство и открыто объявил вражду столь великим мужам, но, конечно, решился на это с какой-нибудь обдуманной и определенной целью. Из этого я заключаю, что у тебя готова речи для оправдания. Скажи же, какую справедливую причину мы можем представить нашим обвинителям? А что ты несправедливо поступил со мной, за это я не виню тебя, ни за твой обман, ни за твою измену, ни за то расположение, которым ты пользовался от меня во все прежнее время. Я душу свою, так сказать, принес и отдал в твои руки, а ты так хитро поступил со мной, как будто тебе надлежало остерегаться каких-нибудь неприятелей. Если ты признавал полезным это намерение избрания випископа, то тебе не следовало лишать себя пользы от него, а если вредным, то следовало предохранить от вреда и меня, которого, по твоим словам, ты всегда предпочитал всем, а ты сделал все, чтобы я попался и не попустил никакого коварства и лицемерия против того, что привык говорить и поступать с тобой просто и без коварства, не опустил никакого коварства. Впрочем, я, как уже сказал, нисколько не вину тебя за это и не укоряю за одиночество, в котором ты меня оставил, прервав те совещания, от которых мы часто получали удовольствие и немаловажную пользу. Но все это я оставляю, переношу молчаливо и кротко. Не потому, впрочем, чтобы поступок твой со мной был кроток, но потому, что с того самого дня, когда вступил в дружбу с тобою, я поставил себе правилом никогда не доводить тебя до необходимости оправдываться в том, чем ты захотел бы огорчить меня. Что-то нанес мне немалый вред, это знаешь и сам ты, если помнишь, что всегда говорили посторонние о нас и мы сами о себе, именно что весьма полезно для нас быть единодушными и ограждать себя взаимной любовью. Прочие, все даже говорили, что наша единодушие принесет немалые пользы многим другим, хотя я со своей стороны никогда не думал, чтобы мог доставить пользу другим, но говорил, что от этого по крайней мере мы получим ту немалую пользу, что будем неприступными для желающих нападать на нас. Об этом я никогда не переставал напоминать тебе. Теперь трудное время. Зло желателей много, искренняя любовь исчезла, вместо ее заступила пагубная ненависть, мы ходим посреди сетей и шествуем по зубцам стен в серах 9.18. Людей, готовых радоваться постигающим нас несчастья, много. Они отовсюду окружают нас, а соболезнующих нет никого или очень мало. Смотри, чтобы нам, разлучившись, когда-нибудь не навлечь на себя великого смеяния еще большего вреда. Брат от брата помогаем, бывает, как город твердый. Как основанное царство. Притча 18.19. Не разрывай же этого единения, не разрушай этого оплота. Непрестанно я говорил тебе это, и больше того, ничего не подозревая, считая тебя совершенно здравым в отношении ко мне, и только от избытка чувств желая предложить врачевание здравствующему. но я не знал, как оказывается, что давал лекарство больному. И таким образом я несчастный ничего не достиг, и не произошло для меня никакой пользы от такой заботливости. Ты вдруг отверг все это и не подумал, что пустил меня, как ненагруженный корабль в беспредельное море, и не представил себе тех свирепых волн, с которыми должно мне бороться. Если случится, что откуда-нибудь нападет на меня клевета или осмеяние или другая какая обида и неприязнь, а это нередко должно случиться, то к кому я тогда прибегну? Кому сообщу свое уныние? Кто захочет помочь мне отразить оскорбителей и заставить их не оскорблять более, а меня утешить и подкрепить, переносить непристойности других? Нет, никого, так как ты стал далеко от этой жестокой борьбы и не можешь даже услышать моего голоса. Знаешь ли ты, сколь великое сделал ты зло? Признаешь ли, по крайней мере, после поражения, какой смертельный удар ты нанес мне? Но оставим это, сделано уже невозможно исправить и из безвыходного положения найти выход. Но что мы скажем посторонним? Чем будем защищаться против их обвинений? Златоуст. Будь спокоен, отвечал я. Не только в этом я готов дать отчет, но и в том, в чем ты прощаешь меня. Постарайся оправдать все сколько могу. Если угодно, с этого прежде всего начну свою защиту. Я был весьма безрассуден и неблагодарен, если бы заботиться о мнении людей, посторонних, и, принимая все меры к прекращению их укоризн, нам, не мог уверить в невинности моей того, кто для меня любезней всех, и кто столько щадит меня, кто не желает обвинять даже за то, в чем, по его словам, я виновен перед ним, и, не заботясь о себе, еще продолжает спищиться мне, если бы показал более невнимание в отношении к такому человеку, нежели, сколько он показал, заботливости о мне. Итак, чем я оскорбил тебя? Отсюда я намерен пуститься в море защиты. Тем ли, что употребил хитрость перед тобой и скрыл мое намерение, нато служило в пользе и твоей, когда ты обманулся, и тех, которым посредством укрывательства я выдал тебя. Если укрывательство во всех отношениях есть зло, и никогда нельзя употреблять его даже на пользу, то я готов принять наказание, какое тебе угодно, или лучше, так как ты никогда не согласишься наказать меня. Я сам себя накажу так, как наказывают судьи преступников, обреченных обвинителями. Если же оно не всегда бывает вредно, но делается худым или хорошим по намерению действующих, то оставь обвиняясь за то, что ты обманулся, а докажи, что эта хитрость употреблена была на зло, а пока это не будет доказано, не только не должно укорять и обвинять, но справедливо было бы, если бы желающие быть признательными даже хвалили употребившего хитрость. Хитрость благовременная и сделанная с добрым намерением приносит такую пользу, что многие часто подвергались наказанию за то, что не воспользовались ею. Припомни, если хочешь, отличнейших из военачальников, начиная с глубокой древности, и ты увидишь, что их трофеи большей части были следствием хитрости, и такие более прославляются, чем те, которые побеждали открытые силы. Последние одерживают верх с великой тратой денег и людей, так что никакой выгоды не остается им от победы. Но победители бедствуют нисколько не меньше побежденных и от истребления войск, от источения казнохранилища, при том они не могут наслаждаться вполне и славой победы, ибо немалая часть ее принадлежит иногда и побежденным, которые побеждаются только телами, преодолевая душами. Если бы возможно было им не падать от ударов, и постигшая смерть не сразила их, они никогда не потеряли бы мужество. А победивший хитростью подвергают неприятели не только бедстви, но и посмеянию. Там оба, и победители побежденные равны, получают похвалы за мужество. А здесь относительно благоразумия не так, но трофеи всецело принадлежат победителям, и что не менее важно, они приносят в город радость о победе безукоризненную. Изобилие денег и множество людей не то, что благоразумие души. Кейс трачивается, когда кто непрестанно пользуется ими на войне, и пользовавшиеся лишаются их. А благоразумие, чем более кто употребляет его в дело, тем более обыкновенно увеличивается. И не на войне только, но и в мирное время можно находить великую и необходимую пользу от хитрости. И не только в делах общественных, но и в домашних. У мужа в отношении к жене и у жены к мужу, у отца к сыну и у друга к другу и даже у детей к отцу. Так дочь Саула не могла бы иначе исхитить мужа своего из рук Саула, если бы не употребила хитрости в отношении к отцу. И брат ее Иоаннафан, желая спасенного ей спасти от новой опасности, воспользовался тем же самым средством, каким и жена Давидова. 1 Сарс 19, 20 глава Василий сказал, все это не относится ко мне, я не враг но совершенно напротив, поверяя всегда твоему усмотрению все мои мысли, я поступал так, как ты приказывал, Златоус. Но почтеннейший и добрейший, для того я ей сказал предварительно, что не только на войне и против врагов, но и во время мира и в отношении к любезнейшим полезно употреблять хитрость, что действительно это бывает полезно не только употребляющим хитрость, но и тем, в отношении к которым она употребляется, для этого подойди к кому-нибудь из врачей и спроси как они излечивают больных и ты услышишь от них, что они не всегда довольствуются одним искусством своим, но иногда употребляют и хитрость и при ее помощи выставляют здоровье больным, когда упрямство больных и жестокость самой болезни делают недействительными советы врачей, тогда по необходимости врачи прибегают к хитрости, чтобы как на сцене можно было скрыть истину. Если хочешь, я расскажу тебе одну хитрость из многих, которые, как я слышал, устрояют врачи, к одному человеку пристала вдруг сильная горячка и жар увеличивался, все средства, которые могли бы утушить огонь, больной отвергал, а желал и усиленно настаивал, умоляя всех приходящих к нему принести ему много вина и дать ему утолить мучительную жажду, но кто согласился бы доставить ему это удовольствие, тот не только усилил бы горячку, но и привлек бы несчастного в умопомешательства, тогда, когда искусство но совершенно было отвергнуто, употребленная хитрость показала такую силу, как тотчас услышишь от меня. Врач берет глиняный сосуд, лишь только вынутый из печи, погружает его в вино и потом, вынув его пустым, наполняет его водою. Комнату, в которой лежал больной, приказывает сделать темный посредством многих занавеса, чтобы свет не изобличил хитрости и дает больному пить из сосуда, как бы наполненного вином. Тот, прежде нежели взял сосуд в руки, вдруг, обольщенный запахом вина, не хотела разбирать того, что было дано ему, но уверяемый обонянием, обманываемой темнотой и возбуждаемый сильным желанием выпил данное ему с великой охотою и, насытившись, тотчас получил облегчение от жара и из бега угрожавшей опасности. Видишь ли пользу хитрости? Но если бы исчислять все хитрости врачей, то не было бы и конца слову. И можно указать, что не только врачу ищетила, но и пекущиеся об исцелении душевной болезни часто пользуются таким врачеством. Так блаженный Павел привел ко Христу многие тысячи иудеев. С этим намерением он обрезал Тимофея, когда как галатам он писал, что если обрезаетесь, то нет вам от Христа никакой пользы. Для того он был под законом, хотя считал тщитой оправдание от закона при вере во Христа. Только бы она употреблялась не злонамеренной целью. И лучше сказать, ее должно называть не хитростью, но некоторой предусмотрительностью, благоразумием и искусством, способствующим находить много выходов в безвыходных положениях и исправлять душевные недостатки. Так я не назову Финиеса убийцей, хотя он одним ударом пронзил двух человек. Число 25-8. Так же Илью за 100 убитых воинов с их военачальниками и за обильный поток крови пролитой им при убиении жрецов демонских. Если же мы опустим это из виду, если кто будет смотреть на одни дела, не принимая во внимании намерений действовавших, тот может и Авраама обвинить в где-то убийстве, а внука и потомка его обвинить в злодеянии и коварстве, потому что один Яков овладел первородством брата своего, а другой Моисей перенес египетские сокровища в израильское войско. Но нет, нет, не допустим такой дерзости. Мы не только не виним их, но и прославляем их за это, потому что сам Бог восхвалил их за это. А обманщиков справедливо должен называться обманщиком тот, кто пользуется этим средством злонамеренно, а не тот, кто поступает так, со здравым смыслом. Часто нужно бывает употребить хитрость, чтобы достигнуть этим искусством величайшей пользы. А стремящиеся по прямому пути нередко наносят великий вред тому, от кого не скрыл своего намерения.